Проект как Новый Ковчег или Наследники Авраама. Это в 60-м году где-то, да? Ну, он проявляться начнет в районе 2040-го года. И начинаем менять фокус внимания с запада или востока на юг. То есть Новый Ковчег, это у нас союз идет православной России, чуждой для христианского мира, шиитского Ирана, Персии, ну, лучше Персии, потому что границы все-таки немножко шире. Чем современный Иран. И евреев, ну, которые чужды всем. То есть, условно говоря, это будет союз троих, каждый из которых свой среди чужих, чужой среди своих. То есть внутреннее единство будет намного сильнее внешних противоречий. То есть мы будем закрываться от мира. Это будет идеология сужденной крепости. Все остальное периферии. Когда мы начинаем союз с персами, союз, соответственно, с евреями. Условно говоря, центр колыбель цивилизаций всех мировых, вот оно вот есть. Что бы ни говорили про Китай, но реальные подтвержденные, то, что, грубо говоря, результаты Китая, это 2000 лет до нашей эры. Это тот же самый период, что и Аркаим у нас на Южном Урале. Это тоже 2000 лет до нашей эры. Для сравнения, в междуречии подтверждение, это в районе 3200 года до нашей эры. То есть более-менее уже государство, не просто города. Мы должны понимать, что, условно говоря, город Ерихон, у него, его срок существования, по-моему, то ли 6, то ли 7 тысяч лет. Ну, то есть он, ну, это был один город, это не было государством. Это было просто поселение, обнесенное стенами. Торговый центр. А мы говорим именно уже о некой государственности появления. То есть этот колыбель цивилизации, это место, где зародились аврамические религии. Там, где, условно говоря, находится гора Рарат, куда пристал ковчег, которым Бог спас Ноя и его семью. То есть это у нас, получается, вершина, с трех сторон к ней есть пути, встретимся там уже у Бога. Каждый путь значим. Переходить с одного на другой нельзя. Ты уходишь с тропы, ты улетаешь в пропасть. Все остальные еретики и схизматики. То есть все остальные христиане являются схизматиками. Да, мы уважаем шиитов, но, условно говоря, все остальные мусульмане, мы их не воспринимаем, мы их воспринимаем через шиитов. Взаимное уважение трех религий, попытка построить что-то общее. Очень интересные, из этого может смысл брать, но вот первые контуры начнут появляться в 40-м году, более значимый смысл это уже к 60-му. То есть когда там уже будет переход, там уже возможно построить. Плюс у этого сценария есть замечательная вещь, он полностью перекрывает субъектность исламского мира в этом веке. Он закрывает единственный сценарий для ислама, так называемый лазурный ислам, морской ислам. То есть он не дает ему развиться, потому что выдергивает из него Иран. То есть это тоже отдельно надо рассказывать. Проект интересен, плюс у этого проекта есть замечательное будущее. Освоение Африки. В рамках этого Тростевного союза, когда начнется как раз в районе 50-х, 40-х годов борьба за Африку, будет замечательное разделение. Север Африки, зона ответственности Ирана. Мы понимаем, что к тому времени это будет территория халифата Али. То есть в сути все шиитские земли плюс святыни. Юг, Израиль. Посмотрите, что там делается на юге с юдо-христианскими сектами и течениями. И центр Черная Африка, это будет соответственно наша зона. А что-что о территории приводить в нормальный вид, мы умеем. Вспомним времена Дежнёва, вспомним времена Ермака, когда наши первопроходцы шли. А к тому времени там как раз и будут первопроходцы, потому что в ближайшие 20 лет всем будет не то, что не до Африки. Там много не до чего будет. Так что будет очень интересный проект.